Ссылка в описании Это лучший магазин Так, попробуем давайте еще разок Во, клево Как я люблю говорить в такие моменты Сцена 1, дубль 2 Потому что у меня были небольшие накладочки с эфиром Да, всем привет Ох, нихрена себе, 70 человек сразу за 90 Чума Все, клево Здрасте, друзья, здрасте Мы наконец-то с вами воссоединились Потому что у меня до этого он не совсем фуричал Сначала давайте отпишите мне, кто уже здесь Прошло уже 10 минут, да Сейчас я отключу кое-что Чтобы нас не донимали Я выключу вибрацию мобила Скажите мне, меня слышно нормально И что по картинке вообще, потому что я не очень пока Понимаю, всем салам, друзья Да, здорово, Рамчик, здорово, дорогой Спасибо большое, души Давайте сейчас тогда подождем, пока нас начнется 200 А нас уже почти 200 И это волшебно И поэтому В принципе у меня не было какого-то как такового плана По поводу Победил заслуженно Сойер скучный Нет, Сойер очень классный на самом деле Просто Олег чуть-чуть не дожал по подаче Так-то он шикарный вообще, братан Ну, уже в принципе нас 200 Поэтому я думаю, мы можем полноценно начинать Окей Смотрите, ребят, у меня как такового нет Какого-то Отлично по звуку Картинка супер шикарная У меня не было какого-то распорядка на этот эфир Потому что я вообще не любитель подобных мероприятий И поэтому, вероятнее всего, этот эфир будет один На очень-очень долгий промежуток времени И может быть, когда закончится Версус Или там Когда произойдет какое-то нереально крутое событие Я запущу следующий Картинка немножко потормаживает Возможно, у меня фронталка такая слабенькая Но ничего, попытаемся так как-нибудь пообщаться с вами Вот, поэтому я не любитель особо прямых эфиров Поэтому этот можете пересматривать на повторе долго Если кому-то захочется Потому что следующий будет не скоро Братик, пересечемся обязательно как-нибудь Но видишь, у меня много заморочки И поэтому пока не получается Пишите ваши вопросы Пишите, что думаете по поводу баттла с Сойером Пишите, что думаете по поводу баттла с Энрейджем Пишите, что вам интересно узнать Могу ли я зафристайлить Дружить фристайлю Я слабенько очень Я это признаю, поэтому не думаю, что это того Брать у суп, пойду есть позже Сейчас Эфир за Б Я посмотрел эфир Антохи Ну, скажем так В моем представлении Антоха всегда такой товарищ Который любит преувеличивать и гиперболизировать Такие даже самые простые вещи Он очень прикольный тип И из всех, кто критикует Мне больше всего нравятся эфиры у Лёхи Медь и у Антона Лёха просто конструктивно говорит интересно Антон делает всегда очень смешно и забавно Вот, поэтому эфиры за Б я смотрю И его эфир на наш баттл с Сойером я тоже смотрел последний Он, конечно, жесткий достаточно Но, опять-таки, я могу понять Антоху Потому что в баттле против Сойера Я сделал такой вброс Что Сойер в некой конфе Где он там, значит, донаты платит и т.д. и т.п. Сам я этот вброс услышал на стриме у Конфуза По-моему, или у кого-то из таких ребят Кто тоже занимается обзорами И не особо уделил этому внимания Ну, в общем-то, короче, это не столь важный момент На мой взгляд Вот, поэтому За Б эфир смотрел И многие другие тоже смотрел Хлостяк, хлостяка, да Хлостяк выложил тебя в сторис Тоже я видел сегодня, с этого обалдел Не сразу обратил на этот момент Потому что мне начали народ прям повально писать в директ Чувак, тебя Крит выложил в сторис к себе И я такой, а-а, какого хрена, типа, с чего ты вдруг Вот, да, Тим, я вообще обалдел 300 человек уже даже больше Как относишься к ЛГБТ? Чёрт, какие жёсткие вопросы Какие вы хардкорщики Ну Я вам так скажу Я по своим убеждениям всегда был достаточно консервативным товарищем И поэтому, как бы, я всегда, скажем Лично отдавал предпочтения И одобрял те моменты, которые Нормальные и более часто встречаемые в природе Вот, но так получилось, что я Мне доводилось общаться Когда я учился и по обмену в своё время И с девочками из ЛГБТ, и с пацанами Которые нетрадиционные сексуальные ориентации И чаще всего это оказывались нормальные обычные ребята Поэтому никак я не отношусь к ЛГБТ Как бы каждый волен делать то, что хочет делать Но людей, как бы, поэтому Мне кажется, моменту не стоит Судить Когда побреюсь, братик, вот Поеду скоро на одно мероприятие Через неделю и побреюсь Флоу не покажу, потому что Меня самого, своего собственного флоу Будет скоро обливать Нравится в команде Мирона? Да, в команде Мирона очень нравится И изначально хотел попасть в команду к Мирону Вот, и поэтому, скажем так Я знал, что не в зависимости от того В какую команду я попаду Я какие-нибудь интересные штуки Для себя подчеркну обязательно Вот Но в итоге я очень был, конечно Но мне кажется, по тому видео Где Мирон звонил нам по телефону Было видно абсолютно, что Я знатно так прибалдел с того Что он позвонил мне на мобилу И, конечно, я безумно был рад И пока что по тем встречам Которые у нас проходят и по баттлам Он абсолютно себя показывает Как шикарнейший чувак Как очень простой в общении Реально нормальный, крутой наставник Поэтому я безумно рад Где Мир Злых Голубей достать? Брачо, это пока эксклюзив Поэтому, когда мы станем Крутыми, распиаренными Мы будем все это дело продавать За немыслимые горы бабла Поэтому пока что Мир Злых Голубей доступен только тем Кто это Нет, я неправду учусь в США И, мавалис, ты это прекрасно знаешь Но за ироничный вопросик Лайк, потому что это очень угарно Кого считаешь достойным для себя противником? Как считаешь, насколько высок твой шанс Стать лучшим на ФГ? Скажу так Мне задавали этот вопрос частенько Последнее время И по поводу достойных противников Я считаю, что абсолютно все чуваки Из команды Смоки крутые Как, в принципе, и из моей команды Но смысл в том Что Ну, как бы Для меня крутейший пока что Это определенно парагрин Потому что На том батле Который еще не вышел Он выйдет Скоро вот из этого Первого круга Он был просто нереально крутым Но, в принципе, я считаю Всех очень крутыми участниками Потому что Из того, что я вижу Опять-таки, ребята взрослеют Ребята становятся круче Опытней И как в любой батловой движухе Здесь всегда можно проиграть кому угодно И победить можно кого угодно Поэтому я считаю, что все крутыми А по поводу шанса Стать лучшим на ФБ Во-первых, не то, чтобы у меня есть Такая непосредственная задача А во-вторых Не знаю, честно У нас же побеждает команда сейчас Поэтому стать лучшим Тоже относительно Мне хочется быть полезным для Тимы И чтобы наша команда выносила И, блин, не знаю Чтобы Чтобы, по крайней мере, это шло мне на развитие А там, насколько я буду лучше Это очень вкусовщинский вопрос такой Скажем так Это не мне судить, насколько я там Насколько я крут, чтобы взять ФБ Купи грилзы, чтобы дыру закрыть Чувак Проще пластилин Мне кажется, дешевле Забевно, да, согласен Это забевно Ты у Криды в истории Это я знаю Как отстает залив видео на YouTube От реального времени Вообще Что по трекам Треки У меня куча задумок Если вы смотрели Мое интервью с Мироном Мое интервью с Мироном Как это звучит Перед батлом То вы слышали, что у меня много задумок Где-то у меня на мини-альбомчик Треков на 12, на 15 У меня реально полноценно есть все И биты, и музло Но этим всем делом надо заниматься Этим делом надо заниматься Осознанно и качественно Топовый эфир, батюшки мои Просто я увидел сейчас, простите, в углу Что у нас написано, что у нас топовый эфир Я не знаю, по какому принципу это работает Но мне приятно В принципе у меня много идей Но этим всем надо, как я уже сказал Этому всему нужно время уделять Поэтому я буду летом стараться Что-то уже записывать Запишу ненаглядный ваш эпос Которым мне просто засрали всю личку Чувак, пиши эпос В инстаграме мне пишут, когда выйдет эпос Поэтому Да, я надеюсь Я отвечу на этот вопрос Что летом Вот буквально сегодня я отправил на сведение Бит для эпоса одному Очень классному чуваку Мы доведем его до вкусноты И я надеюсь, что эпос летом или осенью уже выйдет Сейчас Сейчас мы все почти смотрят презентацию эпл Ну извините Читаю вопросы Да, читаю Где живешь? Живу в Подмосковье Ты кто? Да, забей, чувак Так, какой-то левый тип взял погонять телефон у Мирона Ты под беды пишешь текст? Нереальный флоу Спасибо По-разному Стараюсь От души Просто брат В прямом эфире смотрит мой эфир Короче, через окошко Не суть Пишу не совсем под биты Некоторые куски В принципе под флоу Но я вам открою секрет Если вы его У меня сопрете Я буду очень недоволен Но я, короче, беру просто ВК вбиваю инструменталы Кендрика Ламара И все, что я нахожу Я прям Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты Будешь в этой футболке На следующем батле Не факт У меня Немножко другая мысль По поводу следующего батла Поэтому я думаю Я его сделаю У меня будет другой Там немножко Прикид Вот Три человека Отправили запрос на участие Простите, чуваки Пока без запросов на участие Этот эфир будет Такой ознакомительный Вот Поэтому я пока один сделаю А то это все Быстро превратится В какую-нибудь хренату Сколько лет? Мне 21 год Ты Сойера вынес? Не знаю Не мне судить Опять-таки У меня с Сойером Была своя Определенная Мини-договоренность Дело в том Что с Олегом У меня вообще Забавно получилось Это был первый чувак в Питере С которым я познакомился На отборе И когда мы сидели В галерее Он еще с самого начала Сказал Типа Бро Ну ты классный Вроде нормальный пацан И все такое И мы как-то так На таком интеллигентном вайбе На дружном сошлись И когда мы узнали Что мы в первом раунде Баттлим Друг против друга Мы сразу поняли Что никакой жести Там быть не может И не должно быть И поэтому Мы так интеллигентно Друг друга патролили Вот И поэтому Я сказал Скажем так Больше получил От этого реальный кайф Нежели я могу сказать Что я там вынес Сойера Или еще что-то Сойер крутой Созао и Левыхина Мавалис Это не честный вопрос Дело в том Друзья Для тех Кто не шарит 18 лет своей жизни Я жил в Тушино В Созао Тушино Типа Созао В говно Ван Лав И сейчас я живу В Новыхинской И поэтому Как бы Таганско-Краснопресненская Ветка Ван Лав Вот Мне сложно сказать Ну конечно Созао У меня В сердце Как тебе Парагрин Я считаю Парагрин Пока крутейший Самый Взрослый Чуть не сказал Старый Самый Взрослый Чувак Вот Поэтому Гриша Очень серьезный Тип Что делать Чтобы оставаться У тебя в друзьях ВК Не пишите Идеальный Вариант Хотя Это Немножко Не честно С моей стороны Потому По какому принципу Я удалил народ Из друзей Если кому-то интересно Есть Расширение Для Google Chrome Так вот Это расширение Может удалить Сразу всех людей С которыми У тебя нет переписки И в силу того Что мне много Много народу Стало писать А это было За пару дней До выхода батла Я знал Что когда выйдет батл Моя личка Просто разорвется К хренам И я Запустил это обновление И грубо говоря Все люди С которыми У меня даже Не было диалога Они к сожалению Убежали Или в подписчики Или просто убежали Или еще что-то Типа того Поэтому Вот те люди Которые сейчас У меня в друзьях Чем меньше Вы будете писать Мои родные Чем больше Я вас буду обожать Потому что Не обижайтесь Ребят Но Много правда Заморочки сейчас Много Всяких дел Ты зажрался Летай Блин Дружище Прости Я не Или ты девочка Да Ты по-моему Девочка Я Может быть Чуть-чуть Но я не специально Потому что Я это не регулирую Я не специально Второй батл Был уже Да Второй батл Вышел вчера Ты готов к хейтерам Да Я уже по уши Нормально так Окунулся в эти все дела Коммунист Нет Ни в коем случае Не коммунист В университете У меня был кореш Который в думе работал От коммунистической партии И мы помогали ему Заниматься всякими движухами Но я Ни в коем случае Не коммунист Я консерватор И И И просто Чуть ли В школе я вообще Там угорал по царям По монархизму И по прочим таким делам Поэтому Если выбирать по Направлению политическому То я даже больше правый Наверное Нежели чем левак Поэтому Но это не суть важная Так С кем следующий батл Не могу сказать Но это классный чувак Как и большая часть чуваков В команде Смоки Что за флоу Своровал у Мирона Когда Парагрина выносить буду Надеюсь Что в финале Потому что Как раз к тому моменту Я может быть Подрасту Он голубь Интересно Как он относится К ЛГБТ Про ЛГБТ Отвечал Ты коммунист Нет Я не коммунист Я не знаю Кстати С чего вдруг Пошел этот вопрос Пацаны Приставали Нет Только Только Можешь что-то Зачитать Нет Пока не могу Зачитай свои старые треки Будут песни Да Про песни Отвечал Песни Будут тоже Поздравляю тебя С победой на Версусе От души Сохрани эфир По поводу Сохрани эфир Есть канал Называется Рэп Перископ Не буду его пиарить Но смысл в том Что это чуваки Которые всегда Следят За всем И поэтому Даже если Они сохранят этот эфир Я думаю Они его Обязательно Сохранят себе Или уже сохранили Поэтому в ютюбе Потом можете посмотреть Нормально Так Будут треки Про треки Отвечал Что скажешь Насчет Избиения Соболева Не слышал Про избиение Соболева Может это Какой-то свежак Не очень слежу Но с учетом того Чем занимается Соболев Я могу сказать Что Что Ну в принципе Рано или поздно Это могло произойти Потому что Блин Когда на тебя Такое внимание Обращено Даже сейчас Я обращаю внимание Что я что-то могу Сказать не то На батле И мне уже Пролетает Типа Поаккуратней С языком Молодой человек Вот Поэтому тоже Относительный момент И За что его избили Не знаю Но то что Он мог получить Это точно Вы где Не скажу Покажи сиськи Я тебя очень-очень прошу Андрюш Сначала ты Сохрани эфир Пожалуйста Напишите мне Как сохранить эфир Потому что Это мой первый эфир И я обязательно это сделаю На букинг Когда Когда позовут Ха-ха Нет На самом деле Не знаю Когда на букинг Но тоже Если это произойдет Не буду уж греха таить Я был бы рад Как оцениваешь Свои шансы на победу Отвечал Победа Здесь такой формальный момент Если команда победит Я буду в восторге В трубке В трубке домофона Крутой трек Летай От души Привет С кем больше всего Хочешь батли С Хаски Мне очень нравится Хаски Не из команды Смоки Понятное дело Но с Хаски Я бы побатлил С огромным удовольствием Потому что Чувак крутейший И мне кажется Ну я во-первых Не видел с ним Ни одного батла А во-вторых Мне кажется Вот это было бы Реально круто Ну блин Дима очень Не знаю Опять-таки Захваливать не буду Но мне кажется Это было бы интересно Когда треки отвечал Треки будешь делать буду Разыграешь эту футболку Нет, только продам Нет, ладно Шучу, злые голуби Не продаются Привет из Украины Привет Ты самый классный на ФБ Помимо Мирона Конечно же Спасибо большое Лампа зачет От души Мерзлых голубей Ей Так Маркул крутой чел Как тебе и творчество Да Опять-таки Я вам такой момент скажу По поводу Маркула Я всегда складываю впечатления О людях Немножко предвзято В хорошем смысле Что мне не важно Как творчество Каким творчеством Занимается человек И что он делает Если я с ним успел Пообщаться И он мне понравился У меня будет о нем Хорошее впечатление В силу того Что с Маркулом Я успел немножко Поконтачить На нашей первой встрече Я скажу Что Маркул Безусловно Крутейший чувак И некоторые треки Мне реально заходят Немножко скучно было В баттле С Сойер Чем Син Рейдж Знаю тоже Я сказал уже По поводу этого момента Что с Сойером У нас не было Хейта как такового Да и с Син Рейджем Тоже Ну просто Ну ребятки Не все же вам веселиться Правильно Не все же там Шутки про писки И т.д. и т.п. Это нормально Это баттл Че поделать Просто Надо тоже Каким-то интеллигентным Моментом таким Приноравливаться Какой у меня рост Метр у меня Метр семьдесят девять Может метр восемьдесят Планируешь Работать по специальности Или делать упор На творчество Не знаю Тоже опять-таки Как повезет Политика мне очень нравится Мне это очень интересно Да и в принципе На вершу-то Я пошел С самого начала Для того Чтобы выйти из зоны комфорта И Ну короче Более комфортно Себя чувствовать В экстремальных Неприятных ситуациях И в какой-то степени Это был Как задел на будущее Но опять-таки Мне кажется Это зависит от перспективы Поэтому если мне Предложат что-то Бэнга-бэнга-бэнга Букинг-машин Вон шучу Или что-нибудь такое Или просто пойдет Короче карьера в музыке То может быть и творчество Тебе прислали тексты На оценку Да Как минимум Сегодня штуки три Когда треки Прости дружище Отвечал Потом посмотрите В записи А Витька Бови Витька Бови тоже Очень классный чувак Мне не совсем нравится Что он делает на батле Потому что Такой достаточно Баянистый стиль И достаточно он Блин Ну как-то Прям Не знаю У него очень крутая подача Дикция у него Очень крутая Он втирает классно По подаче Он прям Крутой Но немножко мне не нравится Посыл в текстах И как бы И музло мне тоже У него не очень заходит А так Классный чувак Ничего не говорю Что ты прочитал Самые интересные книги В силу того Опять-таки Друзья Как вы могли Продуплить Что я фанат Политики И истории Последнее Клевое Что мне безумно понравилось Это Борис Джонсон Фактор Черчилля Очень крутая книга Ну я фанат Уинстона Черчилля Черчилля Или Че Гевара Че Киреич Не знаю Блин Да оба крутые Безумно Просто Че Гевара Мой Духовный брат Черчилль Интеллектуальный Сложно сказать Ну наверное Все-таки Че Потому что Он больше романтик А Уинстон Больше саркастичный тип И Вот это наверное Две крайности меня Я больше романтик Нежели больше чем Саркастичный тип Купи Ёпт мобилу Нормальную Чтобы видео Не лагало Братан Как только Моя команда Вынесет Я куплю себе На миллион Просто позолоченный Айфон И Блин И поставлю на него Гоупро Чтобы ты Разглядел Каждую Просто родинку На моем лице Как тебе Твой последний баттл Блин Баттл Мне понравился Когда я в нем участвовал Когда смотрел Ожиданий Ну как бы Ощущений было В два раза меньше В два раза хуже было Ощущалось Это выглядело Поэтому Как сказать Я был честен В этом баттле Точно То есть Если бы Летай баттл Сойера Он бы баттл Его именно так И если бы Мне сказали Братан У тебя есть шанс Переписать текст Я бы не стал Этого делать Я бы его переписал Именно так Поэтому Последний баттл Он был прикольный На мой взгляд Я был честен В нем Я написал на него Текст так Как я чувствовал Но многие говорят Что это скучно Окей Дальше будет интересней Жёшь Я попытаюсь Сделать лучше Ты сильно переживаешь Перед баттлом Знаешь Не особо На удивление Не особо Потому что Как-то Голова отключается В этот момент Если честно Я стараюсь Находиться Непосредственно В процессе И как-то так Это Майлз клёвый чувак Тоже опять-таки За счёт того Что Ну мне просто задали вопрос Как тебе Майлз Майлз очень классный Потому что мы Пообщались Опять-таки Вне баттла Я вздёрнул его В кикер И если я буду Баттлить с ним Я обязательно Об этом скажу Что я вздёрнул его В кикер Вот А так Лёня Классный на самом деле Парень И В какой-то степени Респект ему За то Что ему 18 лет И он так может Потому что Когда я смотрел фрешку Когда мне было 18 лет Как раз первая фрешка вышла Я понимал Что я обязательно Поучаствую в этом мероприятии И когда-нибудь Ну собственно И вот я здесь Но не 18 лет А то что Лёня Делает 18 лет Это респект Если он будет так расти То к 21 году Он станет Таким неслабым типом Ты из Москвы Да, я из Москвы И спойлеришь Ничего не спойлерю На буке машин Когда? Когда позовут? Если позовут Боже Прочитал мой вопрос Мне тяжело поверить Да, зайка Я именно так и делаю Мне звонят прямо сейчас На хрена Нет Откажут Простите Чем будешь заниматься Команда Команда с английского Девочка Которая Тоже Типа шарит за музло Я скажу так У Локи Нереальные биты Но он иногда Просто забивает на текст И у него Есть что-то Блин, одна песня Она называется По-моему Латина Латина-латина Та-да-да-да Да И мне очень нравится бит Потому что я очень большой фанат Кубинской сальсы Кубинского афроджаза Всей такой движухи И когда я слышу Как миксуют Сэмплы кубинской сальсы С трэпом Я понимаю Что это должна быть вышка И это просто должно быть нереально Но Локи просто взял И типа Латина-латина Та-да-да Крути И это вроде прикольно Но текст настолько простой И Видно было Что при желании Можно было сделать Из песни реально бэнгер Потому что минус У песни крутейший Тебя постигает участь Окси Будут бомбить вопросами Где треки Ну С кем поведешься Того наберешься Любимые книги Художественные источники И прочее Блин Так впадло Отвечать на этот вопрос По поводу книг Отвечу безумно банально Но это честно И так работает Читать можно вообще что угодно И ты можешь прочитать книгу И у меня как бы Всегда был подход такой Если ты прочитав книгу Хотя бы одно предложение Реально из нее запомнил У тебя засело это На подкорке Как месседж Идеально Вот я читал Пару лет назад Там 451 градус По фаренгейту Грубо говоря Чисто как пример И там была фраза Что-то типа Там куча классных Прям реально цитат Там было Люди как фениксы Мы постоянно Мы постоянно сжигаем себя Но зная Что мы возродимся Мы все равно Опять прыгаем в огонь То есть Ну не важно Что-то такое там было И вот эти моменты Они когда Въедаются в голову Это здорово Вот короче Любимые книги Художественные Исторические И т.д. и т.п. Все Что у вас Создает эмоции Это все Значит вы Прочитали не зря Как относишься К Смоке Смоке Респект Блин Дурацкий эфир Получается Я пока респектую Команде Смоке Но у меня Никому нет Особого хейта Смоке очень крутой И когда Вставал вопрос О том А что будет Если я попаду В команду Смоке Я знал Что я не расстроюсь По этому поводу Потому что Смоке На мой взгляд Гораздо более Приколюшный В плане музыки Нежели допустим Мирон Потому что Мирон Он прям давит Словом На мой взгляд Он гений В области Рифмосложения Пантарифм Флоу Тексты И месседжа Но Смоке Клевый музыкант Он клевый битмайер Он клево делает Поэтому Это хороший Можно сказать Наш олдскул Ты слушаешь Роцк Роцк слушал Раньше Сейчас меньше Но Лэмбз Оф Гад Или Лэмбов Гад Потом Раннего Оззи Ну не Оззи А непосредственно Ну да Оззи Короче Не суть Ну в общем Бывают иногда местами Но если ты какой-нибудь Оскульный родск Такой все-таки Больше как Канагал Сука Сиськи свои Покажи Нет Андрюша Я приеду в тушку Как-нибудь И И покажу Идиот 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 Я видел тебя В клипе У команды J9 Ов души Брат Я там Светонулся Летай, добавь, друзья, спамить не буду, ты топчик. Ну ладно, давай, посмотрим. Кто тут? Тот Ивангай, господи, я уже... Если меня пропиарил Ивангай, это было бы прям... Не знаю, при чём тут Ивангай, но если есть какая-то инфа, скидывайте, потому что я не шарю. Как давно решил, что будешь заниматься хип-хопом? Вообще не решил, до сих пор не решил, честно. Потому что я был уверен, в общем-то, что всё, что я буду делать в детстве, ну как в детстве, в школьные годы, это всё будет приколами, и так оно и было. В девятом классе я начал писать, и всё это было на уровне каких-то приколюх таких событийных. А потом начало получаться интересно, и мне начали люди писать. Блин, круто, брат. Ну, не писать, а как это часто бывает на вписках, ты по синьке читаешь какие-то свои треки, и тебе говорят, чувак, кстати, может что-то получиться. И всё, пошло-поехало. То есть, как давно решил, что будешь заниматься хип-хопом, я до сих пор не решил, что буду заниматься хип-хопом, но мне нравится. Чьё творство тебе нравится, кого сам слушаешь? Слушаю Кендрика после клипа Чал Дежгамбина «Дэсс Америка». Узнал про Гловера. На удивление, да, вы можете сказать, ну, чувак, да Гловер уже тысячу лет существует, но нет, вот как-то дорос до него только недавно. Очень круто подсел на хаски недавно. Мой кумир вообще пак, если уж на то пошло. Вот, поэтому слушаю много всего разного. В Питер когда, не знаю, как пойдёт, Парчанскому кинул? Нет. Да Киреич, ты мудак, зазвездился? Ну, может быть, чуть-чуть. А я куплю в Apple Music. Ой, ты вы мои взяки. Сколько лет тебе, 21? Так, очень быстро. Как дела? Хорошо? Что делаешь? В стрим веду? Не стрим, а эфир. Как тебя зовут? Очень смешно. Так. Фло, у тебя просто пушка. Тащусь от него от души. Красивый. Вот ты, батюшки мои. У тебя дома или квартира? Я живу в теремке, как правильно сказал Суэр, в Подмосковье. Поэтому такие дела. Байтиш Кендрика. Не байчу, но если бы у меня получилось стать русским Кендриком в области стиля музыки. Не стиля флоу, стиля музыки. Это я был бы в восторге. Потому что альбом To Pimp and Butterfly, смесь New School с джазом, это лучшее, на мой взгляд, что вообще может быть. И поэтому я бы с удовольствием байтил Кендрика в области того музла, который он делает. О, летай, брат, желаю тебе добра от души, но ты не крут. Увы, согласен, пока еще рано. Танцевали кусочек трека «Запал», он выйдет. Да, танцевали обязательно выйдет, потому что это достаточно такой тоже один из моих первых треков. И прежде чем мутить такой нацеленный, скажем так, уклон на творчество, которое нравится массам, я буду выпускать какое-то время треки, которые нравятся именно мне. Поэтому танцевали выйдет. Быстрые вопросы бегут, к сожалению, друзья. Почему тебе так сложно убрать меня из друзей в ВК? Да, зайка, только скажи. С кем подружился из команды? Подружился с Palm Drop, и чем? С Маконаном. Маконан меня безумно выручил на последнем мероприятии. Ну, в общем, не буду греха таить. Просто не было возможности, где остаться в Питере. А надо было остаться. И через корешей Маконана я в итоге закорешился в хостеле за бесплатно. Вот, поэтому Джон тоже красавчик. Ну, а так, в принципе, с командой все крутые. Микси раскрывается безумно клево. С Микси тоже контактим. И PM и Dinas. То есть, в принципе, со всей командой. Краснодар лучший. Жиза. Вы сделали прикольно, но надо было либо раскачивать, либо добавлять как раз жести. Жесть будет в следующем баттле. Я надеюсь. У тебя есть девушка, и с кем ты живешь? Живу с родаками? Потому что почему нет, когда есть двухэтажный дом, почему не жить с родаками? Согласен, как бы каждому свое. Планерная привет от души. Планерная ван лав. Северная тушина с из-зао Ман Ее. Мои северо-западные братья меня смотрят. Ты гей или натурал? Бро, ну брось. Конечно же, я же рэпер. Ты что, ну какой натурал о чем-то? Ладно, шучу. Не, мне только девчульки нравятся. Как накрутить подписчиков, как у тебя? Напиши Криду. Он нормально про пиар знает. PM без камер тоже такой молчаливый. Какие отношения в команде? В команде очень классные отношения. Но я не могу сказать, что они классные, что мы там просто в восторге все друг от друга. Но все на респекте, все на уважении. Очень классно сдружились. Влад молчаливый. Он не молчаливый, он просто взрослый дядька уже. И моменты, где мы лажаем, он не лажает. Вот так скажем. Быстро вопросы бегут, ребятки не успевают отвечать. Чувак, у вас фангруппа? Так, ладно. Бегут. Что делать, чтобы попасть теперь в друзья в ВК, пока не придумал. Что думаешь о Рике? Рике тоже очень классный чувак. Мне даже в свое время спрашивали, мне говорили точнее, что я буду Рике этого, Рикеев, четвертого фрешблада. После первого, после того, как вышел отбор. Но Рике гораздо жестче по стилю, чем я. И поэтому я далеко не Рике, а по шикарнейшей дядька. Жалко, конечно, Кира бухает. Многовато для своего возраста. Если вы смотрите его эфиры, то он часто немножко жестит в них. Но он очень классный тоже чувак. И опять-таки, чувак 18 лет ему. Он разносит просто как... Ну, не как бог. Но я 18 лет и читать даже не мог. Харкнив наш, через нее не открывая рот. Как вы батлитесь, я не могу понять, как вы все сняли и сейчас выпускаете. Не знаю, я сам забыл. Так, погоди, что там? Сохрани историю, брат. На кого учишься? На специалистов в области международных отношений. Звучит, конечно, пафосно, но... В общем-то, клевая тема. Грудь волосатая, конечно, чувак. Я же нормальный пацан. Когда на Букинг... Рок слушаешь? Не буду, уже все говорил. Кто самый сильный противник для тебя? Тоже отвечал на этот вопрос в начале стрима. Противник... Все противники в команде Смоки, на самом деле. О, нет, давайте я банальную тему скажу какую-нибудь, как из пацанского цитатника. Самый сильный для меня противник, это я сам. И только я сам... А, фу, даже не буду продолжать. Бог с ним. Так, салют из Казани. Ай, душа. Баттлы будут уходить в среду и воскресенье? Я так понял, что пока да. Даня, сколько тебе лет? Ну, 21. В ЗАР бываешь? Не всегда. В каком вузе учился? До сих пор учусь в ИСК ранее. Это институт США и Канады при Российской Академии Наук. Кто, по-твоему, возьмет ФБ-4? Команда Мирона. Я не буду говорить я, но команда Мирона... Кто-то из команды Мирона точно возьмет. Ты планируешь всю жизнь в хип-копе провести? Думаю, нет. Сиськи в директ уже кидают? Нет, но если кто-то начнет, я буду не против. Фу, какой я ужасный. Ну, ладно. Что сказал, то сказал. Сука, ты мудак. Ну, как бы... Каждому свое. Топ-3 рэпера России. Хаски, Оксимирон... И Нойз. Многие скажут, что Нойз катился и Нойз говно, но, друзья, я во многом начал писать рэп, потому что начал слушать Нойзу, поэтому, что бы Нойз сейчас не выпускал, Нойз для меня в топ точно входит. Ааа, привет, 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 так-то-то, и вам привет. Здорово, летай, бро, ватсап. Здравствуйте, и вам добрый вечер. Кто или что тебя вдохновляет? Ну, зло. Самое крутое, что меня вдохновляет всегда этому зло, бро. Тем временем, я так понял, мы уже минут сорок, наверное, вещаем, да? Я за временем не особо слежу. Но я думаю, можно еще минут двадцать пообщаться, хотя вас так много и все что-то спрашивают. Я постараюсь поменьше отвечать и отвечать на самые длинные, на самые интересные вопросы. Вот, про вдохновление музыка. В последние года два-три, особенно после того, как школу закончил, чаще всего вдохновляюсь именно за счет музыки. Давно пишешь текст, ас 16 лет. Как, по твоему мнению, выйдет... А, это, бачки, Эрнесто, как тебе, Эрнесто крутейший? Дай фору ребятам, смоки, побрейся. Хоть повод поугарать будет. Не, бро, я же не хочу сразу проиграть. У тебя девушка есть? Ну, допустим, я скажу, что у меня сейчас есть девушка. И все. И у меня сразу пять тысяч подписчиц просто улетит в никуда. Вот. Поэтому пусть это будет тайно покрытое мраком. Но, как любят говорить испанцы, я... Нет, не буду... Не знаю, как любят говорить испанцы, неважно. Пусть это будет маленький секрет. Че по холостяку? Ну, Даша выиграла, говорят. А что, Мирон, копирую тебя? Я не хотел признаваться в этом. Я не должен был вам это рассказывать. Но мы с Мироном два года назад встретились. Он сказал, Киреич, у тебя клевый стиль. Ты пока никому не известен. Хочу, короче, копировать тебя и баттлить Джонни Боя вот в твоем стиле. И он такой... И я такой, бро, если тебе это поможет, окей. И все. И пошла. Пошла. Пошли дела у парня. С кем дальше будет баттл по таблице, не могу сказать. Как ты думаешь, кто выйдет в финал? Кто-нибудь из наших? Что Мирон после баттла сказал? Мирону баттл понравился. Вот, друзья, что точно могу сказать. Что Мирон баттл оценил. И это его стиль во многом. Это месседжи и темы, которые нравятся Мирону. И поэтому... Во-первых, мне приятно все-таки, что Мирону, во-первых, ценят. И, во-вторых, как бы, опять-таки, он сам сказал, чувак, ну, я не знал, что вот так прохладно встретят баттл. Ну, как бы, я не ожидал. То есть, опять-таки, я делаю акценты на каких-то вещах. И приходится... Вот эта шкала, она в другую сторону немножко заполняется. И получается, что, как бы, я делаю акцент на Угаре. Нравится больше, там, не знаю, там, допустим, школьникам или просто людям, которые там еще что-то. Я делаю акцент на каких-то сложных, интеллектуальных. Хотя интеллектуальных там не было ни хрена. Ну, в общем, на каких-то занудных вещах нравится, там, уже Мирону не нравится огромному количеству людей. Поэтому тоже сложный момент. Сказал, что историк-политолог. Кем работал, пока не работал? У тебя все отлично от души. Привет, ты красавчик, за тебя от души лет спрашивал. Откуда тоже отвечал. Любимый поэт-держанин. Даня позже добавляет, друзья, будешь? Посмотрим, как пойдет. Как тебе обладает? Облако клевое. Он мне напоминает Тайлера-криэйтора современной Руси. И как-то во многом, мне кажется, даже он байтит некоторые темы у Тайлера. Я, наверное, не первый, кто это говорит. Но мне нравится Тайлер. А значит, если чувак может качественно сделать то же самое на русском, окей. Ништяк. Хотя я как бы по новой школе не очень угораю. Мне это не очень интересно. Конечно же, его можно встретить. Так, так, так. Пожалуйста. Путин красавчик. Ой, нет, не буду я отвечать на этот вопрос. А то мне точно молния сейчас прилетит в телефон. И неважно, в общем, что произойдет. Но как тушено? Тушено ван лав просто. Надеюсь, скоро приеду. Здравствуйте, Даня. Привет. Кого-нибудь слушаешь из Black Star? Слушал Мото до того, как он стал на Black Star. Альбом «Ремонт». 2011 год. То есть, как бы клево. Реально. Но что-то как-то мне не заходит уже ничего. Как ты любишь отдыхать? Дурацкий вопрос скажу, но спать. В силу того, что я обычный московский студент, стандартный, то мой самый лучший способ отдохнуть – это посидеть там, с братиком выкурить по сигарелке или просто спать. Когда на Black Star? Надеюсь, никогда. Летай против Майлса, хочешь против всех. Скажу, ну, блин, началось, когда на Black Star. Кого из ру-рэпа слушаешь помимо Хаски? Слушаю Джи Вилкса, это вообще старая наша школа. Слушаю Фьюза из группы Крэг, которая, к сожалению, ныне распалась. Раньше слушал Ноиза очень много. Ну и как-то из ру-рэпа немного. В детстве вообще по касте угорал альбом «Трёхмерный рифм». Мы вообще респектули просто. Это крутейшее, что когда-либо выпускала каста. Ресторатор заставляет всех орать? Нет, все сами орут. Дает ли вам Окси какие-то советы и подсказки? Да. Скажу точно. Мне многие пишут, что мой третий раунд против Сойера – это крутейшая вещь. Так вот, концепция третьего раунда против Сойера – идея. Не текст, не панчи, не что-то, а задумка. Это мысль Мирона, например. Поэтому, да, я считаю, что Мирон реально как бы рассматривает нас как психологические типажи и говорит, кому лучше на чём сделать акцент. Когда следующий батл? Да хз, братан, вообще. Сколько лет отвечал? Как откосить от армейки? Сходи в неё, потом не придётся. Хо! Бояны. Привет, кто больше всего тебе нравится – Редуэль или Бамблбизи? Не слушаю ни одного, ни второго. Не знаю, может быть, к моему стыду, но нет. Крид выложил тебя, видел? Да, видел, обалдел. О, мистер порно-голубь. Да, кстати, с порно-голубем забавно получилось, блин. Голуби порно-расплаты. На кого учишься? Отвечал. Привет из Украины, от души. На кого учишься? Шо за диплом? Шо за диплом? На дипломата, а не шо за диплом? Я тоже диплом пишу. А, диплом, ну в смысле у меня в следующем году, четвёртый курс, у меня надо будет писать диплом. Ну, видел Инстагс, Торик Рид и видел, когда в Питер, не помню. Когда эпос летом, когда выложишь трек летом, да-да-да-да-да. Панч. Света, привет. Рад, что Даша в холостяке победила. Не знаю, я болел за Лену Головань с самого начала, а потом мне как-то стало пофигу. Просто Даша самая расхайпленная из холостяка, её все знают, и поэтому я знал, что если я буду флипать на эту тему, я буду панчить про неё. Приглашай в общий эфир. Нет, не буду. У Локи пёс годный трек. Ну, окей, послушаю. Эпос летом. Салам из кузни, братишка. А, е-е-е, салам моим братанам из кузни. Много шмоток забрал из рыбака. Нет, немного забрал кофту, футболку и кроссы. Потому что мы как-то... Это забавный момент, вам о нём, кстати, вряд ли кто-то скажет. Но мы с пацанами негласно решили, что мы заберём по три шмотки. Нам, кстати, это всё, что увидели, это трушная тема. Мирон сказал, ребята, берите, что хотите, это как бы корпоративный момент, это вам решать. Но мы решили не наглеть, и как бы каждый взял по паре кросс. Ну и какие-то там ковтёнки себе взял кто-то, и чё. То есть, как бы набрали мы на самом деле немного, чтобы нахлебниками уж совсем не показаться. Но на это даже внимания никто не обратил. Тём мой вопрос пропустил. Братик, тогда напиши его ещё раз. У меня быстро слишком они обновляются, и я не успеваю смотреть. Свитшот где взял? Мирон подарил. Знаю, звучит забавно, но так и есть. Как относишься к ЛСП? Ну, что уж говорить, до того, как... Мне нужна монетка, а, мне нужна таблетка, хотя бы половинка. Монетку я заслушал до дыр, но до того, как она стала мейнстримом. То есть, за пару месяцев до того, как она просто начала хайпить везде и повсюду, я успел её послушать, и песня классная. А так, как бы, Олег клёвый чувак, но каждому своё. Вань, пока совместный эфир не буду делать, бро, потому что пока он, как бы, ознакомительный, я пока отвечаю на вопросы, со временем уже можно поугарать. Офигенная книга. Крида, ты слушаешь? Нет, Крида, не слушаю. Нравится ли тебе стиль Гнойного? Тоже сложно сказать, потому что Слава очень крутой тип с этой его пост-иронии, и с этими всеми делами, с антихайпом, и сама задумка крутая. Но я пропустил тот момент, когда это вышло из-под контроля, потому что вроде он троллит, вроде всё угарно, а бац, их Киркорыча подписали на антихайп. Вроде он троллит, всё угарно, и он у Киркорыча снимается в клипе. Вроде он троллит, и всё угарно, но он поёт «Зайка моя, я твой зайчик у себя на концерте». И это всё иронично, это всё стёп, окей. Но я чё-то как-то немножко уже не вижу в этом какой-то иронии такой своей. Но опять-таки, каждому своё. Хотя Слава крутой, он бунтарь, чё он взять. Салам алейкум, алейкум асалам. Когда эпос летом? Ждём от тебя треков. Ответь, нравится ли тебе стиль Гнойного? Только что рассказал. Ты ебанько! Я согласен. Братишка, забухаем в Питере? Да, вообще на изи. Видел историю Криды? Видел. Хай Редклиф, здорово. Будут ли концерты? Ну, если будут треки, надеюсь, будут. Смешарик классный, чё, Смешарик очень клёвый чувак. Передай привет Алику и Климу, я умру спокойно. Привет Алику и Климу, от души. Что думаешь о Украине? Нет, смотри, ты можешь задать мне этот вопрос как политологу или как обычному русскому чуваку. Как обычный русский чувак, скажу, что у меня куча просто друзей украинцев из Киева, из Харькова, из Львова, были из Крыма, когда Крым был ещё украинским. И это офигительные ребята. И как бы про украинцев я могу сказать, что это шикарные просто люди. В детстве я в лагеря ездил по Украине, и, блин, это было как-то душевно всё, и у меня даже местами не было такого какого-то дикого ощущения, что я в другой стране. Поэтому как бы к украинцам у меня хорошие, на самом деле, отношения. А если вопрос про политику, ну, слушай, я так тебе скажу, что как человек, который практически получил в этой сфере образование, я могу сказать, что дело очень грязное, и придурки есть везде. И, скажем так, то, что мы сделали во многом, и то, что там ребята тоже вытворяют, не буду вдаваться, я просто скажу, что, ну, в общем-то, отношения разосрались на ровном месте, хотя можно было бы этого не допустить, и всё это очень зря. Ну, это ладно, это так, лирика. А как ты относишься к Томасу Мразу? Не слушал, на самом деле, Мраза, некоторые треки слушал, но тоже как бы своеобразный достаточно чувак. Как к шоку относишься? Шок очень приколюшный, даже несколько треков у меня его есть, тоже такой бунтарь, но не нравится немножко агрессивный момент, потому что Дима в Твиттере, конечно, он с кем только не воюет, или, может быть, это уже вышло из моды, я до конца не знаю, но, если брать музыкальный момент, некоторые треки мне даже его заходят. Ты на ЗОЖа? Нет, ни в коем случае, ты что, посмотри. Я студент, мне 21 год, я живу в Москве. Брат, какой ЗОЖ? ЗОЖ это вообще не про меня, тем более я... в батл рэп решил поддаться. Не курю, кстати, но бухаю нормально. Поменьше, чем палмдропов, но тоже нормально. Как-то отрабатываешь флоу. Читаю под биты, которые мне нравятся. Че, как зоопарк в Москве. Шикарно. Был там последний раз год назад, было не так весело. В этот раз увидел жирафа еще, и, блин, серьезный товарищ. Как проводишь свободное время? Пока свободного времени нет. С кем бы хотел общаться с командой Смоки? Да я со всеми так на каких-то мероприятиях общаюсь более-менее, поэтому... Тоже не могу сказать. Вам менторы помогают, дают советы. Я не знаю, что делает Смоки, но Мирон нам помогает. Мы реально общаемся. Реально он такая в хорошем смысле наседка. Он напоминает, на самом деле, он такой классный. Он напоминает мне такого щепетильного папку. Хотя это тоже как-то так по-гейски звучит. Но, в общем, он прям трепетный к деталям, к мелочам. И это очень круто. И ему важно, чтобы мы сделали круто, чтобы мы побеждали. Если мы не побеждали, чтобы мы делали красивые баттлы. Видно, что Мирон впрягается. Причем, как бы, чувак безумно занятой. У него куча всякой хреноты. Он рассказывает, что он постоянно в каких-то там, короче, движуках. Но он все равно вовлечен. То есть, опять-таки, я не буду говорить за команду Смоки. Я не знаю, что они там делают. Но Мирон впрягается очень сильно за нас. И ему интересно, чтобы мы росли. И это очень приятно. Как твои друзья и родные отнеслись ко всему этому? Мне очень повезло, на самом деле, что у меня очень прогрессивные родители. И маме не нравятся, конечно, все эти приколы с матом. Покажи сердечко. Маме не нравятся многие моменты с матом. И грязи в баттлах ей тоже не нравятся. И поэтому, скажем так, мама сначала была насторожена к этому. Но папа у меня смотрит баттлы просто как пипец. Прям все штуки по три. Он прям шарит, он прям слушает. И поэтому родители клево отнеслись, на самом деле. Брат тоже, он сам музыкант. И брат вообще, типа, тоже респектнул это здорово. Ну, а друзья были в шоке все. От меня мало кто такого ожидал. Я так-то, на самом деле, спокойный чувак. И не особо что-то как-то там подавал надежды в этом плане. Блин, вопросов просто темище какая-то. Поэтому давайте я буду по чуть-чуть пролистывать вперед, чтобы понять. Передай привет Сургута. Сургута, привет. Как тебе последний альбом Нойза? Хайз, ИКБ, ИКБ, здорово. Последний альбом Нойза, Орфея Вредика, я услышал еще, когда был этот концерт хип-хопера. И услышал я его, получается, год назад, наверное, больше, на видеозаписи. И как бы сам альбом я не слушал, но я смотрел мероприятие само. Это клево. Эпос, это трек мой. PM или Сектор? PM. Сори. Но он, во-первых, в моей команде. Против Сектора я ничего плохого не имею. Но, блин, я с Сектором не общался, с PM пообщался. PM замечательный, бро. И поэтому, как бы, PM. Как относишься к ATL? Если ATL это Атланта-город, то офигительно отношусь. А если рэпер, к сожалению, не особо ознакомился. Но многие говорят, что он крутейший. Хотя тоже, как бы, каждому свое. Может быть, я пока не вдавался. Мне не зашло. Братан, вариант. За год выучить школьную программу истории с нуля. Зависит от того, для чего. Чтобы сдать экзамен по истории, да. Чтобы шарить в истории. Не сказал бы. Зависит от того, что учишь. Где ты сейчас находишься дома? Какой Микси в жизни? Клевый вопрос. Микси в жизни безумно спокойный, приятный, лайтовый. Ну, не могу сказать тихий, но нормальный чувак. И я не буду говорить, что он придуривается на батле, потому что это неправда. Но у каждого из нас есть крайности. Есть агрессивная крайность, есть там лайтовый какой-то, да, подход. Вот у меня лайтовый, моя крайность на батле, это то, что я очень спокойный чувак. А Микси разодоривает себя максимально, чтобы быть просто самой жесткой версией себя на батле. И у него получается. Но в жизни он абсолютно нормальный, бро. Братан, можно как-нибудь с тобой связаться? Пиши в директ или в твиттер. А кофта джинсовая откуда? Это бешка. Ты здесь записывал заявку? Да, заявку я записывал именно в этой комнате. Как Мирон в жизни, как человек? Я уже в какой-то степени ответил на этот вопрос. Но что меня убило, он максимально, по крайней мере, с нами откровенен, честен, даже какими-то личными моментами делится там из разряда каких-то инсайдов или переживаний. И это очень приятно. Ну, то есть, в принципе, объективно говоря, мы никто и никто, и никак. И звать нас... Бля, как же это говорят там? Ну, в общем, не важно. Звать нас никак, и мы из ниоткуда. Ну, не суть. Для него и для многих. Но тот уровень респекта и тот уровень отношения, который я прослеживаю у Мирона, блин, это очень здорово. Он безумно... Нет у него абсолютно никаких вот этих звездных штучек или какого-то даже этого. Он максимально подходит к делу как человек, у которого просто банально опыта больше, чем у нас. Он старше нас, и поэтому он как бы крутой. Но не потому, что он там селеба, у него там 2 миллиона подписчиков в инсте и так далее. Вот это ему респект, это очень здорово. Ты тоже раньше был полным чуваком, расскажи историю своей жизни, лет это к 17. Короче, история. В 16 лет я весил 75 килограмм. Для сравнения, мне 21 сейчас, я сейчас вешу 75 килограмм. Ну, наверное, ближе к 80 уже, но не суть. То есть, как бы это два разных веса. Но в 16 лет, чуваки, я был прям нормально таким увесистым товарищем. И как-то... Ну, в общем, да, я в детстве был абсолютно максимальным задротом. И я думаю, это прослеживается во многом во мне. Как относишься к Рикик? Отвечал. Турнирку 140 BPM не смотрел. Олег или Рома англичанин? Мне кажется, Рома, он более такой... Авангардный чувак. Подписчиков уже больше, чем похоронила. Да, с Серегой пусть не обижается на меня, случайно так получилось. Как тебе мульты озвучивать? А, тебе надо мульты озвучивать. Мульты не знаю, а вот видюхи всякие, фильмы и так далее, согласен. Потому что мне интересна эта тема. В свое время я хотел работать на радио. И вообще фильм... К слову о том, какое кино мне нравится. Кому интересно, посмотрите фильм, только желательно в оригинале. Называется «Доброе утро, Вьетнам» с Робином Уильямсом. Это просто американская классика, это замечательный фильм. И, в общем-то, кто хочет проникнуться, пожалуйста. Как тебе выступление Нейн Рейджа? На моем батле шикарно. На батле с Пиемом немножко такая заезженная была тема с жиром. Но Пием классный, ой, Пием. И Нейн Рейдж классный чувак. Нравится ли тебе, когда тебя рисуют фаны? Да, нравится, даже когда получается некрасиво. Это очень мило, и мне это очень льстит. Так, какое у тебя образование? Пока что не законченное выше. Я из Крыма. От души здорового, брат. А ты тоже политолог? Типа того. 2К-24-й президент Литая Киреев. Ну, звучит неплохо. Когда выложишь трек, где про Зевса? Летом. Ну, ответь, прорал ты топора, и хос, как тебе батлы топора? Я считаю, что топор клевый чувак. И я никого особо не поношу. Но не потому, что я такой, знаете, предосторожный, чтобы с меня потом не спросили по этому поводу. Нет, просто у меня объективно нет какого-то агрессивного чего-то там по отношению к кому-то. У топора очень сильно прослеживается, что он добрый. И как бы сильно Гарри не хотел показывать, что он жесткий тип такой, ведь на баттлах такой, треки у него, а-а-а, Кайн и Авель, вот эта тема. Классный трек, кстати. Вот. Он добрый чувак. По нему видно, что он абсолютно добрый и позитивный тип. Поэтому к топору и рауту хорошо отношусь. Хос для меня вообще в каком-то смысле мини-кумир. Расскажу забавную сейчас тему. Ну, не то чтобы кумир, но, в общем, старуха тоже большую роль сыграл в том, что я оказался на четвертой фрешке. Если кто-то из вас помнит, друзья, по окончанию второго фрешблада Хос сказал такую речь. Вот вы смотрите, грубо говоря, на меня, да, и вот вы там, а я здесь. Так вот, поверьте мне, оказаться здесь очень просто. Просто берешь и делаешь. Просто берешь и пытаешься. И меня это так вдохновило. Это было два года назад, получается. И я что-то такой, типа, блин, круто. По факту сказал. И я такой, ну, окей, как получится возможность, я попробую что-нибудь с этим сделать. И рабочая схема. Как тебе Микси? Рассказывал уже, Микси клевый. Как к Игорю Войтенко относишься. Игорь очень угарный чувак. Вот, я не фанат всякой темы про фитнес и т.д. и т.п. Но он очень ржачный. И он гэкает очень угарно. Но у него это, знаешь, это не стёб, а вот у него это как-то прям харизма определенная добавляет, что очень клево, мне это заходит прям. Сколько я знаешь. Нормально английский, слабенький испанский. В школе учил немецкий, но тоже он уже там на уровне Москау, Исмайн, Либештадт или что-нибудь из этой силы. Летай в Новосибе был? Нет. Но возможность такая есть, кстати. Динас жёсткий? Да я тебя умоляю. Виталий прям спокойный, хороший чувак. Слышал Дагуда джаз, да, слышал, согласен. Стиль похож на Танира, потому что тоже... Ну, в общем, тоже старая школа, наши парни красавчики, поэтому респект. Смотришь ли ты кого-то на Ютюбе? Иногда Пьюдипай, я смотрю, Марка Плайера смотрю. Смотрел прохождение четвёртого года фора у Купленова. Так, из последнего. Не знаю, но это, знаете, чтобы переключиться. Я не то чтобы фанат, но просто когда ты вот такой у себя убитый, заливший, приходишь у Заневера, пишешь текст, и в 11 вечера такой надо хоть как-то мозг переключить, и я там что-нибудь, если Пьюдс выкладывает что-нибудь, я поглядываю. Я думаю, мы уже час вещаем, наверное, да? Поэтому, мне кажется, скоро надо закругляться. Как появилась идея пойти на ФБ? Ну вот, я уже ответил, наверное, во многом хоз сделал это. Давайте я сейчас максимально промотаю вверх, потому что что-то вообще много народу мне уже понаписало. Ты вообще рэп слушаешь? Конечно, слушаю. Пишешь текст на батл, пишу. Обалдеть, сколько вопросов, ребят. Я думаю, я отвечу сегодня на основные моменты, но не. Ты похож на Пьюдипай, от души приезжай в Новосиб. Обязательно. Эфир сохранишь? Надеюсь, что да. В пупк играешь? Нет, не играю. В пупк вообще в компьютере. В компьютер не играю, потому что пока нет времени. С стрима за Б смотрю. Не всегда согласен с тем, что говорит Антоха, но смотрю, потому что вещает он ржачно. Чего уж вещает, чего уж спорить. После некого скачка популярности ты начал больше работать над собой. Много времени уделяешь саморазвитию? Да. Понял, что это нифига, короче, не игрушки. И... Вообще я заядлый прокрастинатор. И из всех возможных косяков, которые у меня есть, это вот максимальный. Ну, для меня. Для развития. И вот именно за счет того, что надо готовиться к батлам постоянно, я начал с этим бороться. Поэтому я считаю, что да, это помогает. Так, свою квартирку хочешь в каком городе? Да, в Москве, если где-нибудь на окраине получится. Как учился в школе? В школе учился средненько, но я всегда был такой достаточно полуобаятельный чувак на расслабоне, и поэтому школу закончил с тремя четверками. Ну и остальные как бы почти пятер. То есть там немножко мне, может, не хватило до какой-нибудь золотой. Ну, у меня... Ну, в общем, четверо у меня по физике, химии и алгебре. Нормальный набор. Скажите, бря-бря! Кто вы? Да так, левый тип всячески зашел. Обалдеть или нет? Как прошли последние батлы после твоего? А, батлы были офигительными, и в следующих двух команда смоки прям раскроются, поэтому я думаю, вам будет интересно. Нет, курю только изредка, и то ради некого антуража. Поэтому сигареты не курю на постоянной основе. Так, если бывают мне подгонщики, типа какие-нибудь сигарилы или сигарки кубинские подваливают, я не отказываюсь. У меня через два дня экзамен, пожелаю удачи. От души, бро, вообще. Тебе не кажется, что твой флоу скош-флоу хорошо известного исполнителя? Даже не знаю, про кого ты говоришь. Да, конечно, может быть и есть какие-то моменты, но есть даже в виде...